Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире. Телефон нашей студии 342243, и это значит, что каждый из вас может стать участником нашей сегодняшней программы. Ну, а поговорим мы сегодня о том, какие опасности подстерегают нас в быту. Почему микроволновка может стать причиной пожара? Как правильно принимать душ и подключать электроприборы? Какой обогреватель самый безопасный? И можно ли застраховаться от затопления соседей? Дорогие друзья, насколько безопасно в вашем доме? Звоните, пожалуйста, в студию на прямой эфир. Наш телефон 342243. Вы также можете написать сообщение в Вайбер. Телефон вы видите внизу экрана. Я напоминаю, тема нашей программы «Безопасность в быту». Мы привыкли считать, что наш дом – самое безопасное место, где все под контролем. А вот наши эксперты утверждают обратное. О том, где в быту нас подстерегают опасности, сегодня расскажут наши гости. Итак, встречайте, пожалуйста. Дмитрий Викторович Крупенко, главный специалист отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления. Добрый вечер. Присаживайтесь с вами с вас. Чем опасны электроприборы и правильно ли мы ими пользуемся? Нехитрое правило. На каждый день, которое сделает нашу жизнь безопаснее, в прямом эфире расскажет Николай Николаевич Киселев, начальник энергоинспекции филиала «Энергонадзор» предприятия Гомель Энерго. Добрый вечер. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Что можно и чего нельзя застраховать в собственном доме? Спросим у представителя страховой компании «Белнефтестрах». Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас в гостях Светлана Панглиш, начальник центра страховой компании общества «Белнефтестрах» в городе Гомеле. Ну, вот такая дружная компания сегодня у нас собралась. Я думаю, что мы сможем дать сегодня нашим зрителям очень много полезных советов. Я очень на это рассчитываю. Ну и первый вопрос. Где? В собственном доме. Вот чаще всего нам угрожает опасность, о которой мы даже не задумываемся. Основной опасностью является неосторожность граждан с огнем. Неосторожное обращение с огнем. В основном 80% пожаров происходит по этой причине. Особенно при курении, либо оставлении без присмотра горящих свечей, ароматических палочек в непосредственной близости от сгораемых материалов. И в основном опасность курения, когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Не контролирует себя, что является, усугубляет, будем так говорить, ситуацию с неосторожностью с огнем. Казалось бы, типичные случаи, о которых даже смешно говорить, но вы говорите, что это 80% пожаров. 80% пожаров именно по этой причине. Ну, у нас тоже в страховой компании есть такой очень интересный случай. Он произошел в Светлогорске. Квартира выгорела за 15 минут. Произошло замыкание между розеткой и вилкой микроволновки. И из-за того, что потолки были навесные и стены пластиковые, все очень быстро воспламенилось и сгорело. Квартира за 15 минут, да. Ну, это как следствие, причина кроется, скорее всего, в том, что это были неправильно настроены автоматы безопасности, или загрубленные плавкие ставки на предохранителях, или некачественное обслуживание микроновом пяти. Все бытовые приборы и требуют себе внимательного, электроприборы, внимательного обращения, в том числе проведения профилактических мероприятий, связанных с их восстановлением, будем так говорить, гарантийной безопасной эксплуатации. Вот так вот. И сразу уже много у нас советов и рекомендаций. Мы подробнее обязательно остановимся еще на этом. Я знаю, что вы тоже хотите добавить что-то. Потенциальным источником опасности может быть даже оставлено без пересмотра пища на газовой плите. Суп? Да. Варится, закипает, хозяйка ушла поговорить по телефону, и вот вам, пожалуйста, пожар. А тем более неисправное использующее оборудование, и если неисправные дымовые каналы в доме, то тоже несет опасность для жизнедеятельности человека. Спасибо. Светлана, вот скажите, по статистике, страхование имущества у Беларуси сегодня 11 лет становится из самых популярных видов страхования. Вот с чем это связано? Как вы считаете? Ну, я думаю, что это связано с тем, что наши гомельчане научились, наверное, считать свои деньги. Потому что если ты страхуешься, например, на 12 тысяч белорусских рублей, ты платишь всего лишь 24 рубля в год. Что можно купить на 24 рубля? Даже качественную трубку обоев мы не купим за 24 рубля. Если происходит страховой случай, то, конечно, мы покрываем все то, что повреждено. Поэтому учитесь считать свои деньги. Ну, это говорит, наверное, еще о том, что люди готовы платить, но поменьше думают о том, как себя обезопасить. Давайте вот сегодня и просветим наше население еще и в этом вопросе. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, какие самые типичные ошибки мы совершаем в быту каждый день? Например, вот на кухне. Ну, перегрузка электросети, то есть бездумное подключение мощных электроприемников в одну розеточную группу. Это вмешательство в работу электропроводки, то есть монтир дополнительных каких-то схем электроснабжения квартир. Это не продуманный использованный удлинитель, это самодельный удлинитель, это использование электроприборов в помещениях повышенной, особо опасных или особо сырых, которыми являются ванны, комнаты. Это соединение медных и алюминиевых проводников путем скрутки, это металлы, которые не дружат между собой. Ну и ряд других, это отсутствие розеточных защитных защел на розетках, то есть дети малые начинают, так сказать, пытаться что-то туда просунуть ради своего детского интереса. Ну и масса других, значит, неправильная замена электрической лампочки, нарушение установки выключателя фазной нулевой провод. Ну, то есть там тысяча причин, это наиболее типичные, которые, в принципе, встречаются. Да, но это уже защита, это уже пожар, это уже ваши, так сказать, интересы. Мы как-то так, да, стараемся смотреть только электробезопасность. Вы знаете, у нас есть одно сообщение от Инны, которая спрашивает, можно ли принимать душ при работающей стиральной машине. Хороший очень вопрос, казалось бы, очень простой, и если позволить, я бы хотела для начала этот простой вопрос адресовать нашим зрителям в студии. Дело в том, что сегодня у нас в гостях присутствуют среди остальных зрителей еще и ученики средней школы номер 22 города Гомеля. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Казакова Антон, ученик 22 школы. Скажите, пожалуйста, Антон, вы могли бы ответить сейчас на вопрос нашей телезрительницы. Можно ли принимать душ в ванной, где работает стиральная машина, как вы считаете? Ну, как мне кажется, наверное, нельзя, потому что везде вода в ванной, а если стиральная машина, то она под высоким напряжением работает, соответственно. А если есть заземление? Безопасно. Ну, если есть заземление, наверное, тоже нельзя, потому что высокое напряжение, и, соответственно, вода тоже рядом. А вы так никогда не поступаете? Нет, я никогда не делаю. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Максим, я студент. Скажите, пожалуйста, Максим, вы знаете, можно ли в одну розетку одновременно включать микроволновку и электрочайник, как вы это думаете? Ну, да, вроде бы можно. Вы так делаете постоянно? Ну, в общежитии, да. В общежитии, да, ну, спасибо большое. У нас есть самый юный, я бы сказала, наш зритель сегодня. Представься, пожалуйста. Матвей Уткин. Матвей Уткин, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, микроволновка – это опасный предмет? Ну, если соблюдать правила ОБЖ, тогда он для тебя будет безопасный. А если не соблюдать, надо учить. Я сейчас расскажу эти правила. Расскажи, пожалуйста, Антон. Нельзя ложить туда пластик, только специальный можно такой. Так. Ну, а то что произойдет? Пожар? Ну, да, может произойти. Оно может сгореться. А еще плюс один есть. Ну, железо, да. Ложишь туда для детей интереса, да. Они хотят проверить. Ложат туда, они ложат просто туда вилку или ложку обычную. И ставят на 30 секунд. И что происходит? Искры могут для взлететь. То есть этого делать нельзя? И может взорваться оно. Скажи, пожалуйста, ты пользуешься микроволновкой? Ну, да. Найменьше пользуюсь. А что ты разогреваешь? Ну, при наблюдении взрослых только. Хорошо. А что ты разогреваешь в ней? Ну, мороженое, конечно. Спасибо. Аплодисменты. Ну, вот, насколько правильно ответили наши зрители, мы сейчас узнаем. Николай Николаевич, я хочу вас пригласить на нашу импровизированную кухню. Ну, для начала давайте определимся, чем опасны электроприборы в нашем доме. Например, микроволновая печь. Ну, и заодно попробуем ответить на вопросы наших телезрителей. Ну, прежде всего, значит, имеют две важные, вредных и опасных фактора при использовании электроэнергии. Значит, про опасные факторы мы говорить не будем. Это переход людей к небожителям. Вредные факторы – это электромагнитный импульс, который излучает каждый электроприбор. Начиная от питающего шнура, двигателя, чайника, телевизора, телефона, компьютера и так далее. Поэтому меня всегда настораживает какое-то, можно сказать, не очень радиоотношение родителей, который позволяет детям сутками сидеть за компьютерами и покупает им всякие эти мобильные телефоны, да, которые, в принципе, влияют на их состояние здоровья, нанеся им вред. Которые, сгадаемые усилия, в конце концов, человек начинает принимать вид больного. Значит, микроволновая печь – не исключение. Да, это очень сильный источник магнитного импульса, поэтому рекомендуется при использовании микроволновки покидать помещение, где она находится. Еще раз, если на кухне подогреваем пищу, мы должны уйти с помещения? Да, лучше уйти с помещения или находиться не ближе 0,5 метра. Значит, завод-изготовитель или производитель микроволновки учитывает вот это явление, и здесь существует своеобразная защита. Но с учетом того, что мы с вами не проводим техническое обслуживание, здесь у нас, как правило, остатки пищи, которые не убираются все, это нарушает герметичность, тем самым эти, будем так сказать, ну, бытовым языком микроволновые волны проникают наружу. Значит, давайте подытожим. Если мы разогреваем пищу, нужно уходить из помещения. Надо часто следить, чистить свою микроволновую печь. Ну, естественно, необходимо делать какие-то профилактические... И следить за... Да, но это уже безопасность, это уже, так сказать, опасные факторы, которые... То есть, которые мы будем рассматривать. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, как должны располагаться электроприборы на наших кухнях? Вот, например, вот у нас стоит три электроприбора. Миксер, чайник и микроволновая печь. Они стоят очень близко друг к другу. Это правильно? Ну, если они не подключены к источнику питания, в принципе, пусть они так и стоят. Значит, рекомендация, если кухня у нас маломерная и так далее и тому подобное, значит, в том, что они включались поочередно. Да, включение двух электроприемников, первое всего, это усиление термомагнитных импульсов, и второе, это перегрузка сети. Да, то есть, включать в розетки бездумно через удлинители мощный электроприемник, это вот и микроволновка, там 2,5 киловатта, 2 чайник, 2 киловатта, это порядка 700 ватт, чревато тем, что, значит, наши коллеги с управлением ЧЭС приедут к вам помочь тушить возгорание, которое может возникнуть. Покажите, пожалуйста, сколько электроприборов можно включать в одну розетку? Часто граждане покупают удлинители, не понимая, для каких целей. Да, удлинитель – это как кубев, предназначено для ношения в определенный сезон. Поэтому удлинитель покупается под какое-то конкретное изделие. Значит, здесь их очень много модификаций, классификаций, но чтобы особо тут не застрять внимание, значит, этот инструмент или электроприбор предназначен для подключения каких-то электроприемников, вот я даже что-то тут отломал у вас, для каких-то электроприемников на каком-то расстоянии. Учитывается, во-первых, количество розеточной группы, значит, токовая нагрузка, здесь товарищи из Китая, значит, 10 ампер, и, ну, 10 ампер – это 2000 кВт. Значит, учебник физики, каждый бытовой гражданин может рассчитать нагрузку на розетку и какое количество приборов он может подключить. Значит, это начальные классы физика, да, то есть мощность электрического тока, напряжение на силу тока. Значит, если мы знаем, что мощность в микроволновке 2000 Вт или 2 кВт, напряжение у нас 220 Вт, ну, чтобы 2000 разделить на 220 и получить, побыстрее делим на 200, да, то есть 10 ампер, то есть потребляемый этой микроволновки ток 10 ампер. На 10 ампер рассчитан этот сетевой фильтр, это вообще-то не удлинитель, это сетевой фильтр, который предназначен для подключения компьютерной техники, здесь имеется… Николай Николаевич, так можно было подключать сюда три электроприбора? Я же не до конца, не самое важное не сказал. Самое важное в том, что ваш провод, который идет на розетку в домах постройки, после 2000 года медь полтора, значит, до 2000 года, да, алюминий 2,5, он выдерживает нагрузку 20 ампер, да. Значит, мы с вами рассчитали, что в одну розетку, если включим микроволновку, значит, это 10 ампер, то есть, в принципе, эта розетка потенциально может выдержать еще 10 ампер, да, то есть не переоружая сеть. В этот удлинитель мы можем подключить, так сказать, 10 ампер, то есть подключить в длинитель одновременно и микроволновку, и чайник, пожалуйста. Подключить, но включать надо поочередно, то есть вы можете воткнуть здесь все эти ваши приборы. Но все три не могут работать. Да, но одновременно вы включили микроволновку, она отработала, что-то там разогрела, потом включили чайник, он отработал. Одновременное включение приведет к тому, что у вас это начнет плавиться, да, то есть это источник будет уже пожарок. То есть в одну розетку нельзя включать несколько электроприборов одновременно? Еще раз рассказываю. Рассчитывая мощность, если мощность розетки 20 ампер, это 10 ампер, это 10 ампер, то есть в одну розетку мы можем подключить вот эти два. То есть я могу одновременно подогревать чайник и подогревать борщ? Да, если их мощность суммарно, которая рассчитывается очень просто, не превышает 20 ампер. Если же мы подключаем что-то такое слишком сильно, то вот результат, то есть это идет перегрузка сети, плавится изоляция, плавятся розетки, задымление возгорания. Покажите, пожалуйста. Задымление возгорания и вот коллеги с МЧС, так сказать, пытаются спасти ваше имущество, а коллеги с Белл, извините, со страха пытаются, так сказать, вас чем-то разводят. А что вот это выдержит? А это вот удлинитель, о котором, так сказать, я долго говорил. Значит, это вот самодельный удлинитель, который мы выискиваем. Значит, здесь вилка на 6 ампер, она еще выпускалась во времены Олимпиады 80-70-е годы. Но это какое-то нерадивое изделие, которое не имеет никакой степени защиты. То есть степень защиты должна быть от механического, то есть, чтобы ничего не засунуть в виде пальца. То есть это примерчик, как нельзя, ни в коем случае. Это примерчик, плюс это скотч, который не является функцией, не выполняет функцию изоляции, плюс здесь уже что-то такое перебитое и так далее. Но граждане, самоделкины, пренебрегая жизнь и здоровье своих близких и так далее, пытаются, так сказать, экономить деньги вот на таких элементарных вещах. У нас есть еще одна розетка. А это уже, когда мы с вами перейдем в ванную комнату с этой розетки. Мы переходим с вами в ванную комнату, давайте ответим правильно на вопрос нашей леченицы. Вопрос, и можно ли принимать душ при работающей стиральной машине? Да, значит, ну, прежде всего, если человек хочет перейти к небожителям, то можно, в принципе. А второй вопрос у меня, а что делает стиральная машина в ванной комнате? Значит, несмотря на свою малогабаритность, ванна, она имеет четыре зоны по электробезопасности. Нулевую, первую, вторую и третью, да? Не впадаясь в подробности, значит, в нулевой зоне только стационарно установленное оборудование заводом-изготовителем напряжением не более 12 вольт с выносом источника питания за пределы данной зоны. Значит, во второй зоне то, что первая зона... И нулевая зона — это сама ванна, да? Ну, где вот человек принимает душ? Первая зона — это всё, что находится на ванной. Там допускается установка водонагревателей со степенью защиты IPX4. Да, что такое IPX? Я не буду говорить, это неинтересно. 4 — это защита данного водоподогревателя от струи воды. То есть, если случайный человек, принимая душ туда, направил струю воды, то, в принципе, эта защита обеспечит данного человека. Плюс этот водоподогреватель должен быть подключён в трёхпроводную сеть с защитным проводником типа ПЕ, установлено устройство защитного отключения, и, естественно, вот эти меры должны принять. В кухне, извините меня, в ваннах, будем так говорить, советской постройки двухпроводная сеть, то есть, заземляющие проводники не были там использованы. Поэтому, если люди хотят установить водонагреватель, который разрешается, в принципе, в первой и второй зоне, то, естественно, они должны пригласить специалиста для того, чтобы им устроили систему защитного заземления. Самовольное устроительство системы защитного заземления может привести к тому, что вот у нас бывают звонки, граждане звонят, у меня там в ванне бьётся током. Это они-то говорят. Вообще-то грамотный, это вынос потенциала. Поэтому, если система заземления дома сделана типа ТНС, то в данном случае вот самовольная. Молчу. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, в ванной комнате, где есть заземление и есть стиральная машина, можно принимать душ? Значит, в ванной комнате... Или нет? Ответите на вопрос, да или нет? Нельзя. Стиральная машина должна быть установлена в третьей зоне, которая находится на расстоянии 60 сантиметров по периметру ванны. У нас вся ванна метр двадцать. Шестьдесят это, шестьдесят это. В ванной комнате машина установлена. Но граждане почему-то пытаются впихнуть. Поэтому нами были разработаны рекомендации. Мы, как бы так, просили управление жилищного хозяйства гражданам, где в ванных комнатах вообще, только в третьей зоне разрешается устанавливать разведки, проводили защитный проводник силами специалистов ЖЭУ. Поэтому, если граждане, имея двухпроводную сеть какую-то там, хотят сделать себе, значит, подключить стиральную машину, что в принципе не рекомендуется или запрещено, то они должны обратиться к специалистам. Спасибо. Если можно, давайте подытожим. Какие общие правила необходимо знать при работе электроприборами? Итак? Ну, как я уже повторяюсь. То есть в розетку включать только расчетную токовую нагрузку. Значит, иметь в виду, что сдвоена розетка, это в принципе одна точка. То есть не сюда 2 кВт и сюда 2 кВт, а она рассчитана на 2 кВт. Если это 3 розетки, то тогда идет отдельная групповая сеть, идет на третью розетку, тогда можно в нее что-то включить. Следующий момент – это устройство защитного заземления и также знать, что в двухпроводную сеть вот эти вот евровилки с заземляющим проводником включать бесполезно. То есть все равно вынос потенциала на ковр в микроволновой печи приведет к электротравме или к электрическому удару в зависимости от того, какой человек, какой человек. Спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня тема программы «Добрый вечер, Гомель» – безопасность быту. Дорогие друзья, в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель» – тема нашей программы «Безопасность быту». Насколько безопасно в вашем доме? Звоните в студию 34-22-43, также пишите в Вайбер, телефон вы видите внизу экрана. Наступают холода, и мы включаем газовые плиты. Анатолий Григорьевич, скажите, можно ли вообще использовать плиту в качестве отопительного прибора? Мы знаем о том, что любой газовый прибор, он имеет свое назначение определенное. И та же газовая плита, она предназначена для того, чтобы на ней готовить пищу, а не греться от нее. Поэтому, конечно, запрещено однозначно использовать плиту в таком качестве. Для обогрева помещений. А вот скоро наступит отопительный сезон, и мы вообще начнем нарушать, мне кажется, все правила безопасности. Скажите, что показывает статистика в этот период? В этот период в основном количество пожаров возрастает в результате печного отопления и той же, как я уже говорил, неосторожности. Курильщики с улицы перебираются в жилье и, соответственно, начинают курить уже в доме. Но печное отопление, граждане, не задумываясь об опасности печного отопления, начинают сразу резко топить печи, перекаливать их, складировать возможные сгораемые вещества, топить с открытыми дверцами. И самое, что опасно, это поручать протапливать печи детям без присмотра. И что действительно потом приводит к трагедии. У нас в этом году уже 58 пожаров от печного отопления произошло из 423. Вот сами понимаете, какой показатель. 15-18% пожаров от печного отопления происходит ежегодно. А как обезопасить себя владельцам частных домов, которые используют печное отопление? В первую очередь, это нужно очищать печи своевременно от сажи, защищать пол перед топкой печи притопочным листом размерами 700 на 500 мм. Как я уже говорил, не поручать это детям, либо только под присмотром взрослых. Не допускать перекала печи. Перед тем, как ложиться спать за 2 часа отхода ко сну, нужно прекращать всевозможное протапливать эту печь, чтобы до полного погасания углей. Потому как закрывают вьюшки, печь еще топится, может быть, наступать отравление уже угарным газом. Но сама печь, перекаленная печь, это уже опасность. Загораются стены, обежда, имущество, соответственно, пожар. Насколько сегодня часто жители частных домов пользуются пожарными извещателями? Ну, я приведу небольшую статистику. У нас в прошлом году спасено автономными пожарными извещателями было 68 человек, из них 15 детей. То есть для, будем так говорить, семи десятков гомельчан, белорусов, я думаю, это автономные пожарные извещатели, это действительно актуально. И они достаточно прочувствовали необходимость этого прибора у себя в доме. Сегодня этот прибор у нас в студии. Вот насколько он эффективен. Давайте покажем. Автономный пожарный извещатель, очень простое устройство, состоит из корпуса, соответственно, имеется вот такое основание, которое крепится к потолку, либо стене, на соответствующем расстоянии, от 10 до 30 сантиметров на стене, либо на потолке, как я уже говорил. Имеется элемент питания типа крона, и в случае задымления, либо происшедшего пожара, вас оповестит вот таким сигналом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Достаточно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Помните сейчас сам? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Значит, я думаю, что такой сигнал можно услышать. Как пример могу привести, 13 числа у нас в деревне Меркуловичи, Чечерского района, бабушка, одинокий пенсионер, 42-го года рождения, находилась на улице. Кстати, хочу добавить, к извещателю можно подключить свето-звуковое устройство, поставить его снаружи здания, если человек либо слабо слышит, то, соответственно, сигнал услышат соседи. Вот такой случай произошел 13 числа в Чечерском районе. Бабушка была на огороде, сосед услышал разработавший сигнально-звуковое устройство, позвонил в МЧС, и как результат спасли имущество этой бабушки, никто не пострадал, задымилась кухня, повреждено имущество, но последствия удалось минимизировать. Вы знаете, у нас есть вот как раз и про пожарный извещатель несколько сообщений. Сколько пожарных извещателей должно быть установлено в трехкомнатной квартире и на даче? У нас двухэтажный дом. И как часто менять пожарный извещатель? Вот не подписался наш телезритель, но вот такие вопросы. Ну, арифметика в установке автономных пожарных извещателей проста. Один автономный пожарный извещатель равно одна жилая комната. Если это двухэтажный дачный дом, то, соответственно, количество извещателей устанавливается по количеству жилых комнат на каждом этаже данной дачи. Менять сам извещатель необходимости нет. Имеется, как я уже говорил, внутри элемент крона. Значит, его средний срок продолжительности работы где-то около года. Но если даже стал саморазряд батарейки этой, начинает поступать сигнал, не такой звучный, как короткий пип, будем так говорить. И что будет вам сигнализировать о том, что необходимо заменить элемент питания? Заменяется очень легко. То основание находится на потолке, откручивается, снимается извещатель, меняется крона и опять монтируется. Никаких специальных навыков для установки извещателя нет. Спасибо, Дмитрий Викторович, большое. У меня вопрос к Светлане. Как застраховать свой дом или квартиру от пожара? Какие тонкости надо знать, учитывать? Ну, застраховать отдельно от пожара не получается. Дело в том, что пожар относится к такому риску, как страхование от несчастных случаев. Но туда входит еще и затопление тоже, и возгорание самостоятельно самопроизвольного сгорания. Поэтому отдельно от несчастного случая мы никогда не предлагаем застраховать свое жилье. Мы предлагаем застраховать его в комплексе, потому что я уже приводила сегодня со стоимостью застраховать свое имущество. Туда входит стихийное бедствие, несчастные случаи, противоправные действия третьих лиц. А отдельно от пожара как бы застраховать нельзя. А что вы посоветуете людям, которые живут в частных домах с печным отоплением? Какие у них есть шансы застраховать себя? Мы страхуем и дома и с печным отоплением, мы страхуем дома и с газом отоплением, мы страхуем и дачи, на которых нет никакого отопления. Единственное, когда есть печное отопление, конечно, страховой взнос увеличивается. Но это настолько все индивидуально. Там зависит, какая стоимость строения, где оно расположено, являетесь ли вы концерновским работником. Поэтому конкретную сумму сказать нельзя. То есть можно подойти, и мы вам просчитаем. А может ли страховая компания заставить отремонтировать печь, прежде чем оформить подобную сделку? Нет, это не в нашей компетенции. Спасибо. А мне вот интересно, будут ли рассматриваться случаи, если пожар, допустим, произошел от неисправной бытовой техники или другого... Вы знаете, что, когда мы выплачиваем страховое возмещение, в любых правилах страхования мы всегда требуем подтверждения компетентных органов. Если это пожар, значит, нам представляет МЧС. Если это стихийное бедствие, то это метеослужбы. То есть для того, чтобы выплатить, нужно нам всегда принести подтверждение. Точно так, когда вот мамы страхуют своих детей, с ребенком происходит несчастный случай, они когда обращаются, говорят, мой ребенок застрахован, и врач дает совершенно другую справку, когда человек застрахован. То есть мы все равно делаем запрос, спрашиваем, потому что иногда бывают ошибки элементарные. Ребенок сломал левую руку, врач пишет правую. И тогда уже приходится выяснять. То есть все слишком индивидуально. Да, все слишком индивидуально. Есть сообщение от Тамары. Расскажите, пожалуйста, об электрообогревателях, какие опасны, какие нет. Николай Николаевич, вопрос для вас. Ну, электрообогреватели, какие они, извините, имелись в виду, электрообогреватели есть для обогрева помещений. Обогрева помещений, я так понимаю. Да, во-первых, они должны быть из заводского изготовления. Во-вторых, естественно, питающая проводка должна быть в целости сохранности, не пережата, не перекручена. В-третьих, значит, она должна, он должен подключаться в трехпроводную сеть, то есть сеть, которая имеет защитный ПЕ-проводник. В-четвертых, значит, ну, это уже пожарная безопасность. Нагреватели запрещено устанавливать там в близ легковоспламеняющих или сушить там какое-то белье на них и так далее. Ну, и в-пятых, все современные электронагреватели имеют такое защитное отключение при падении, переворачивании и так далее. Конечно, не должны быть сеть заводского изготовления. Ни в коем случае не надо пытаться при порвеждении питающего шнура заменить самостоятельно вилку или сам силовой кабель, потому что рано или поздно это приведет, так сказать, негативным последствиям. Поэтому еще раз повторяю, что это только покупное изделие, которое рассчитано на вашу сеть. Опять же, если вы купите обогреватель на 9 кВт, то свои 220 вольт, то, конечно, вы никак не воскнете, вы сразу сделаете в своем доме беду. Спасибо. Еще есть вопрос от Николая. Сколько розеток, вот видите, все-таки произвело впечатление ваше выступление возле микроволновой печки. Сколько розеток должно быть в гостиной площадью 15 квадратов, спрашивает Кирилл. Значит, площадь при установке розеток оценится только в коридорах. Если коридор, значит, каждые 10 полных или неполных метров коридора по площади одна розетка. То есть 10 метров одна розетка, 11 метров две розетки. В гостиных, комнатах и так далее розетки оценятся по периметру. На каждые 5 полных или неполных метров периметра коротой должна быть одна розетка. Но, граждане, с учетом того, что многие электроприборы нельзя подключать через удлинители, типа стиральные машины и холодильники, с учетом малогабаритной кухни, устанавливают там, где удобно, естественно, проводят самостоятельно розетки. Это, в принципе, разрешается при условии, что это выполняют квалифицированные специалисты, имеющие натеулки, навыки, опыт проведения таких работ. Спасибо. Мне подскажут, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Такой Владимир Владимирович зовут. У меня вопрос такой. Вот масса жилых домов, застекленных балконах, которые выходят, ну, скажем, над зоной тротуара, где ходят пешеходы. Есть рамы более цивилизованные, а есть рамы деревянные, еще когда-то давно застекленные. Вот если произойдет обрушение такой створки или части этой конструкции, это кто отвечает за это? Так, у нас про балконы вопрос. Я могу сразу сказать, что все имущество, которое находится на балконах, не считается страховым случаем. Не считается страховым случаем. На лоджиях, на балконах. Спасибо. Кстати, вот насчет страхования есть несколько вопросов. Ирина Алексеевна Мороз спрашивает. Меня постоянно затапливают соседи-алкоголики. Ну, извините, так написано. Почти каждый месяц не могу найти на них управу. Могу ли я себя застраховать от этого безобразия? И сколько это стоит? Это не одно, кстати, сообщение про страхование случаев затопления соседей. Вот еще Алла Нестеренко задает вопрос, как и на какую сумму можно застраховаться от затопления соседей? Кому возмещается ущерб? Только ли соседям, которых затопили, или также хозяевам? И как быстро выплачивается страховка? Ну, столько вопросов. Вопросов много, тема такая интересная для людей. Да, вы знаете, что это очень один из важных видов страхования. Он популярен вообще в нашем регионе? Он очень стал популярен. Вы знаете, он идет, по-моему, впереди даже, чем страхование домашнего имущества, потому что гомельчане считают, что лучше застраховаться от соседей, чем застраховать самих себя. Хотя я считаю, что это должно быть всегда в комплексе. Значит, для того, чтобы застраховаться, страховая сумма зависит от того, на каком этаже вы живете. Я всегда говорю, что прикидывайте приблизительно по тысяче на каждый этаж. Для чего я так говорю? Потому что эта страховая сумма потом будет равноценно распределяться между всеми квартирами, которые застрахованы. Это первое. Второй вопрос, который там задавали, будет ли возмещаться жильцам? Тем, кто затопили, нет. То есть виновники. Можно застраховать себя от такого случая, если ты вдруг затопил соседей? Можно, конечно, я говорю, можно. То есть вы себя страхуете, если вас затопили соседи. Но это уже домашнее имущество вы страхуете. Вы страхуете, если вы затопили соседей, это ответственность перед соседями. А вот ответить на вопрос, сколько стоит такое спокойствие, наверное, однозначно нельзя. Ну, у нас есть такая усредненная сумма на 6 тысяч белорусских рублей 30 рублей, на 7 это уже 35. Но я хочу еще рассказать, это совершенно индивидуально. Почему? Потому что здесь зависит, сколько лет вашему дому, на каком этаже вы живете, есть ли у вас страховка домашнего имущества, там идет дополнительная скидка, обратились ли вы самостоятельно, тоже дополнительная скидка. Я только могу сказать, что моя страховка на 6 тысяч белорусских рублей стоит 20 рублей. Потому что я страхуюсь неоднократно, у меня есть как бы скидка за то, что уже много лет страхуюсь. Поэтому это очень важно, это ваше спокойствие. Потому что если человек затопил соседей, и у него нет этой страховки, он сам возмещает этот ущерб. И если жильцу внизу не хватило денег на ремонт, он их может востребовать через суд. Так за все это разбирается страховая компания. Вы предъявляете полис, пострадавшие идут к нам, пишут заявление, мы осматриваем и возмещаем ущерб. Это, наверное, из тех случаев, когда не все зависит от тебя. Когда у тебя какие-то благонадежные соседи, какие бы ты не предпринимал действия в быту, как бы ты не защищал свою микроволновку. В любом случае, да, бывает связь, когда не все зависит от тебя. Может быть, действительно, страхование таких случаев поможет. Я хочу, еще там бабушка задавала вопрос о том, что ее затапливают. Почему вы решили, что это бабушка? Ирина Алексеевна Мороз и Алла Нестеренко. А, ну я почему-то, извините меня, пожалуйста. Дело в том, что, да, она должна сначала сделать ремонт в своей квартире, потом прийти застраховаться, и тогда уже мы будем разбираться с теми жильцами, которые живут выше. Хорошо, спасибо. Есть еще от Ивана сообщение, очень интересное, очень актуальное. Куда сдать старую газовую плиту? Дорогие друзья, я предлагаю поговорить об этом сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, в прямом эфире добрый вечер, Гомель. И сегодня мы говорим про безопасность в быту. Ну и, дорогие друзья, прежде чем мы вернемся к сообщению нашего телезрителя Ивана про старую плиту и что с с ней делать, я бы хотела, чтобы наши гости, представители Гомелю Болгаз обратились к нашим телезрителям с началом отопительного сезона. Я знаю, что у вас есть важное сообщение для них. Да, действительно. При наступлении холодово увеличивается количество обращений нашей службы по работе отопительных приборов. Причинами это то, что рад абонентов наших не получается у них с нами договориться, вернее, не обеспечивают доступ для выполнения сезонного технического обслуживания. Не открывают двери. Да. А скажите, это нарушение закона? Да, безусловно. Это и нарушение договорных обязательств, которые заключены у нас в ДОР вместе с ними, на выполнение технического обслуживания. И отопительное оборудование должно подвергаться ежегодному сезонному техническому обслуживанию. Второй причиной обращения это состояние прочистка дымовых и вентиляционных каналов. Обязательно эти системы перед отопительным сезоном должны быть очищены. У абонентов должен быть на руках акт, что они чисты. Кто проводит подобные работы? Значит, проводят специализированные организации, в частности комбинат противопожарных работ, проспект Октябрьон, 43. Спасибо большое. Анатолий Григорьевич, скажите, зачем менять старую газовую плиту, которая работает? Ну, работает и работает, казалось бы. Многие вопросы задаются. Я хочу сказать так, что любое оборудование имеет какой-то свой эксплуатационный срок службы. Согласно правилам, вообще определено, что плиты, допустим, газовые, они должны работать, ну, все оборудование газовое, не старше 20 лет должно быть. В частности, плиты. Поэтому, когда мы приходим туда, то есть не обязательно менять плиту сразу у абонента. Если мы видим, что плита 20-летняя, и срок ее эксплуатации истек, мы предлагаем абоненту сделать диагностику этого оборудования. Диагностика оборудования недорогого удовольствия стоит от 17 рублей. Вот, поэтому, если человек соглашается на такие условия, или же предлагаем заменить это оборудование, потому что... Что значит предлагаете заменить? Заменить... То есть, оборудование должен купить новую плиту? Да, почему? Потому что бывает, что оборудование не проходит диагностику, то есть нет запасных частей, потому что оно снято давно просто с производства. Соответственно, мы не можем отремонтировать ее, и как бы вот только по такой причине можем предложить заменить человека. А если плита проходит диагностику, то есть требования безопасности, да, независимо от того, что 20 лет, мы можем продлить срок эксплуатации на определенное время, через которое снова человеку можем прийти и посмотреть через год, через два, и так далее. Очень интересная информация. Скажите, пожалуйста, а вы ведете учет, сколько плит сегодня в регионе подлежит замене? Значит, такой статистик конкретно сказать невозможно. Почему? Потому что все зависит от того, хозяина или абонента, который эксплуатирует эту плиту, от человека. Значит, плита может быть и не старая, есть такие случаи, когда приходишь к абоненту, на нее смотреть страшно, она пять лет только отслужила там это оборудование, а думаешь, как вот люди так относятся к своему имуществу, да. А есть наоборот, которая 20-летняя, но она просто выглядит просто идеально, как будто вот только из завода изготовителя вышла, вот из конвейера. Вот. Бывало я в таких квартирах, приходилось. Поэтому сказать однозначно нет. Но то, что за этот только вот период 8 месяцев этого года мы поменяли в области около 23 тысяч плит, заменено по области. А вот здесь по городу Гомель, в Гомельскому району, 5,5 тысяч плит поменяли только здесь. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а что происходит, каковы ваши действия, если потребитель, ну, по какой-то причине отказывается менять плиту, утверждает, что она в прекрасном состоянии и не выполняет ваши вот эти акты, предписания? Чем это приватно? Мы вынуждены идти на непопулярные меры, это отключать газовую припорную систему газонабжения и привлекать к административной ответственности в соответствии с кодексом. Я ожидала такой ответ. От Степанида есть сообщение сегодня. А что будет, если мои бабушка и дедушка не поменяют вторую плиту? Им, пенсионерам, действительно отключат газ? Да, действительно, наверное, жизнь и здоровье родственников это дороже, чем неисправный прибор. Скажите, но ведь сегодня не каждый может себе позволить быстро взять вот так вот и поменять за месяц или два, какое предписание сегодня? Ну, два месяца, да, по-моему, говорят, надо поменять плиту? Нет, ну, конкретно мы предлагаем, допустим, в течение 15 дней провести диагностику, да, и если за 15 дней мы смотрим, что... То есть, если человек не решил и говорит нам, что я согласен на диагностику, значит, мы проводим диагностику, соответственно, потом даем какой-то срок на замену это оборудование. Если там, вот, а если сразу соглашается на замену, естественно, предлагаем условия у нас, допустим, со складов нашего предприятия можно тоже приобрести вот оборудование газоиспользующее, в том числе и плиты. Они немножко будут дешевле, чем розничные сети с установкой. Прям привозим на место, можно даже, наверное, выбрать какую-то модель определенную, да, заказать ее там, допустим, под заказы, если в этот момент на складе не окажется у нас этого, такие услуги оказываем. Значит, ну, если пожилым людям, то мы рекомендуем, конечно, обращаться в службу соцзащиты за единовременной помощью. Там оказывают такие моменты. Вот я и хотела уточнить. Такие моменты. Вот, ну, естественно, и третий момент, это, конечно, торговая сеть сейчас в рассрочку предлагает буквально всю линейку оборудования, банки кредиты дают. Не существует категории населения, кому бесплатно можно поменять такую плиту? К сожалению, нет. Не существует. Хорошо. Ну, как заменить газовую плиту? Многие делают это самостоятельно. Чем это грозит, мы сейчас продолжим разговор. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают какой-то интересный страховой случай или вопрос, связанный с этим. Давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло. Да, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Мария. Да, слушай, Мария. У меня квартира застрахована. Значит, я недавно затопила, не я, а моя мама затопила, бросила фунетаз памперс и затопились два, восьмой и седьмой этажи. По страховке им выплатили энную сумму денег. У меня, моей квартирой является ли это страховой случай или нет? В вашей квартире это не будет являться страховым случаем. Вы здесь имеете в виду свое домашнее имущество. Здесь считается как несоблюдение правил обслуживания своего... Ну, вы не следили за домашним имуществом, то есть вы знаете, что такого делать нельзя, и оно произошло. А соседям, да, выплатили. Это, ну, это обязательно. Это типичный случай сегодня? Нет, это не типичный случай, это очень редкие случаи такого плана. Но, как бы, сознательное, здесь идет как сознательное причинение. Или небрежность, да? Или небрежное отношение. И это все учитывается? Да, это все учитывается. Конечно, это все рассматривается индивидуально. Спасибо и вам, спасибо большое за телефонный звонок. Итак, как заменить газовую плиту? Многие делают это самостоятельно, я имею в виду подключение. Чем это грозит? Самостоятельная замена категорически запрещается. Для замены газоиспользующего оборудования необходимо обратиться в газоснабжающую организацию, которая квалифицированно выполнит данные работы, сделает соответствующие отметки в паспорте, проведет инструктаж по безопасному пользованию данного газового прибора и, соответственно, поставит на обслуживание. Сколько стоит замена газплиты с инжекторами на природный газ? Хороший вопрос. Значит, от 7 рублей. От 7, но в зависимости, на каком удалении от Гомеля находится данный населенный пункт. Виталий Викторович, это специально для вас. Я вот увидела, что это сообщение прислал Виталий Викторович. Так, очень хорошо. Пора ответить Ивану, куда сдавать старую плиту. Ну, старую плиту, в принципе, если она не прошла диагностику, то нигде применять нельзя, кроме как сдать... Подождите, очень многие с удовольствием ее отвозят на дачу. Ну, это на свой страх и риск. Люди берут, рискуют. Да, они могут там где-то, я не знаю, применяются для этого. Они не являются нашими абонентами. Скажите, мы берем старую плиту и выносим на общественную мусорные контейнеры или куда? Или специальные какие-то утилизации? Почему выбрасывать деньги? Можно заработать какие-то торсырье есть у нас, да? Вот, поэтому... Иван, очень жаль, что вы не оставили свои координаты, потому что, я думаю, да, что желающих ее забрать было бы очень много. У нас есть еще пару интересных сообщений. Татьяна пишет. Здравствуйте, вот вопрос к специалисту Гомелинерго. Я живу в Хрущевке на первом этаже. В чем может быть причина, если при включении воды на кухне, поднося руки, бьет током? Спасибо. Ну, вот так вот. Я пытался ответить и рассказать, да? То есть, это, прежде всего, вынос потенциала происходит у вас на водопроводную трубу, которая заземлена системой уравнивания потенциалов, да? То есть, одна из причин, это какой-то сосед пытается смотать электрощущик, но это, в принципе, сейчас как-то неактуально. И вторая причина, что это производили подключение стиральной машины, то есть, самостоятельно проводили заземляющие проводники, или систему уравнивания потенциалов, которые посадили на холодную трубу в ванной комнате. Да, все ванны с холодной трубой соединены такой металлической шинкой. Если система ТНС, где защитный и нулевой проводник совмещены, то в данном случае при выносе потенциала на стиральную машину или на какое-то электрооборудование, почувствуют все соседи, которые соединены этой шиной. Поэтому вам необходимо обратиться к ЖУ по месту жительства, значит, чтобы они привели специалистов, электромонтеров, или там людей по обслуживанию системы, и попытались разобраться. Если же они в этом не разберутся, то, естественно, здесь уже будет подключаться энергонадзор, в части выяснения причин, почему у вас квартира стала небезопасной. Николай Николаевич, если можно, коротко, еще один вопрос. Слесарь квалифицированный по газу, четвертый разряд. Могу ли я самостоятельно на даче поменять газ плиту? Это не ко мне, я газом не занимаюсь. Газ плиту, извините. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Коротко и ясно. Напомним еще раз нашим зрителям, что можно, чего нельзя делать в доме, где установлено газовое оборудование. Нельзя пользоваться газоиспользующим оборудованием с утечками, с неисправной автоматикой безопасности, с неисправными дымветканалами. Ну и обязательно при пользовании газоприборами не забывайте открывать фоточки, обеспечивать приток воздуха для работы газового прибора. Итак, дорогие друзья, еще раз... Не оставляйте без присмотра. Не оставляйте без присмотра. Основные правила, что надо знать о пользовании газом в быту, мы стараемся сегодня показать это и на экране, чтобы вы еще раз прочитали, еще раз обратили на это внимание, еще раз запомнили. Правило, которое не то, что удивило меня, но удивило меня своей простотой, что когда включен газовый прибор, открывайте форточки или ставьте на микропроветривание. Казалось бы, элементарные правила, но которые действительно очень важны. Хотелось бы поговорить про сигнализатор угарного газа. Давайте объясним в двух словах еще раз тем, кто не знает, что это такое, и покажем, в чем же принцип его действия. Значит, сигнализатор угарного газа, ну, все знаете, что угарный газ – это невидимый убийца, который не имеет ни цвета, ни запаха. Он чуточку легче воздуха, вот, поэтому сигнализатор устанавливается на потолке в центре комнаты. Значит, принцип его работы, он анализирует концентрацию угарного газа в воздухе. Значит, пороговый предел у него 0,002%. Вот, при наступлении данного порога наступает звуковая и световая сигнализация. Значит, и покуда это пороговое значение не уменьшится, он будет звучать. Значит, если 0,02% угарного газа, после 6 часов мы только почувствуем легкое отравление. То есть это головокружение, головная боль. Но если у нас в помещении будет концентрация 0,5%, то в течение минуты может наступить летальный исход. Сигнализатор угарного газа защищает не только от газоиспользующего оборудования, но и там, где установлено отопительное оборудование на твердом топливе, где может быть источник угарного газа. Проверяется он нажатием, подает же такой же сигнал, ну и монтируется так же, как и пожарный извещатель. Эксплуатируется легко? Да, таким же самым образом. Элемент питания крона. При разрадке поступает световый сигнал с периодичностью 40 минут. Это говорит о том, что необходимо его поменять. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое. Очень ценная информация. Буквально на секундочку отвернулась. Вот почти все рассказы о детских травмах начинаются именно так. Вот кухня. Сегодня это просто минное поле. Опасности подстерегают наших детей буквально на каждом шагу. Дорогие друзья, дорогие наши уважаемые телезрители, я предлагаю вам вот прямо сейчас проверить свой дом на безопасность, особенно если в нем есть дети, вот исходя из наших подсказок. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Если в вашем доме есть дети, розетки оснастите заглушками, замените на модели защитными шторками, уберите миски с едой для домашних животных, закрепите дверки, тумбочки, комода, духового шкафа, посудомоечной машины, уберите повыше все, что может разбиться, уберите бытовую химию, обязательно уберите лекарства. И замените салфетками обыкновенную скатерть на столе, чтобы у ребенка не было соблазна все это перевернуть. Вот такие нехитрые советы. Вы знаете, а ведь культура безопасности должна не только изучаться, но и воспитываться. Так считает следующий гость нашей программы. Дорогие друзья, учитель ОБЖ средней школы номер 22 города Гомена, Светлана Васильевна Калинина. Добрый вечер, Светлана Васильевна. Очень рада видеть вас в нашей студии. ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. Что происходит сегодня на этих уроках? На наших уроках мы занимаемся изучением, мы занимаемся отработкой всех тех моментов, которые мы сегодня рассматривали в передаче. Но это только маленькая часть, это безопасность в быту. Мы изучаем правила дорожного движения, это наша безопасность. Мы изучаем ЗОЖ, здоровый образ жизни. Мы изучаем личную безопасность. В зависимости от возраста детей, а преподаю я со вторых классов и по девятые, естественно, уроки выглядят по-разному. Вторые, третьи классы – это тот возраст, когда дети воспитываются на социальной рекламе детской, это мультфильмы. Они воспитываются на историях, которые сами рассказывают. Мы рассматриваем историю как событие, то есть начало есть и додумываем конец. Естественно, в конце все предлагают как бы варианты, как правильно выйти из этой ситуации. Из опасной ситуации. Естественно, но я как просто преподаватель направляю для того, чтобы... Вы знаете, вот один детский психолог очень интересную фразу сказал. Я ставлю горячий чайник и говорю ребенку горячо, но не говорю ему не трогай. Вот мне кажется, в этом и заключается принцип урока ОБЖ, когда вы учите детей правильно вести себя в опасной ситуации. Да, это действительно так. То есть говорить детям о том, что не нужно пальчиком подходить и трогать утюг, да, бесполезно. Да, то есть это, во-первых, ну, может быть, это и опыт, каждый может должен через это пройти, наверное. Я могу предложить варианты, как проверить, да, только в конце обобщив. Сначала это класс предлагает варианты, вплоть до того, что маленькие детки могут сказать, что можно подойти к утюгу и сделать так. Так, даже так. Если зашипело, значит, он горячий. Но в любом случае ручки наши целые. А как вы считаете, насколько современные уроки ОБЖ приближены он сегодня к реальной жизни? Вот как вы думаете? Чего-то, может быть, не хватает, на ваш взгляд? Во многом это зависит от преподавателя. Если преподаватель любит предмет, значит, предмет этот будут любить дети. Они будут его изучать. Да. Мы стараемся организовывать экскурсии для детей. То есть не просто говорим, мы это отрабатываем. Практика, очень важна практика. Это экскурсии в МЧС, полюбившиеся. Мы очень любим туда приезжать. Мы там отрабатываем и задавленные комнаты. Мы отрабатываем первую медицинскую помощь, доврачебную. Мы в лесу, там же тесты проходим. Поэтому детям это всегда нравится, мы в восторге. А вы знаете, психологи утверждают, что вот если с младшего возраста детям рассказывать о негативных последствиях, каких-то вот опасных ситуаций, то они становятся очень агрессивными. Скажите, пожалуйста, а как правильно подавать детям такую информацию? Дайте совет нашим родителям. Как научить их оставаться одними дома, правильно пользоваться микроволновкой? Надо ли рассказывать эти страшилки или нет? Ну, страшилки, вы знаете, рассказывают сами дети. Вот. Они очень любят рассказывать истории, которые с ними приключились. Поэтому переводить это в какую-то сказку, в какой-то мультфильм – да. Если мы показываем розетку, то, естественно, мы не говорим, что туда не нужно что-то помещать. Это как руководство к действию. Это неправильно. То есть это молнии, внутри живет ток, да, туда нельзя, это опасно. Что бывает в результате повреждения током? Они сами преподносят информацию. Поэтому... Спасибо большое. Вот в последнее время в школах стали появляться такие классы по электробезопасности. Скажите, пожалуйста, вот что показала такая форма образования, если можно коротко? Ну, прежде всего, показала, что... Вот я согласен с коллегой из просвещения о том, что детям запрещать нельзя. Детям надо разъяснять, какие последствия могут прийти те или иные правильные действия. Значит, второй, как бы так, индикатор и критерий, что учебник ОБЖ, у энергонадзора есть определенные претензии, ибо там про электробезопасность практически мы ничего не узнаем. Поэтому мы... То есть надо больше, вы считаете, информации. Поэтому мы у нас два профессиональных класса в советском и железнодором районе города Гомеля и совместно с коллегами с МЧС четыре класса в административных районах области, да, где мы проводим занятия, будем так говорить, на профессиональной основе с детьми, в которых еще в голове не все утвердилось, да, в том числе и негатив. Потому что взрослые дяди и тети уже бесполезны чему-либо обучать. Ну и результат, как показывает, результат у нас не для детского травматизма. У нас два стоя на года вообще отсутствовал травматизм людей до шестнадцатого года. Вы это связываете с появлением таких классов? В том числе с нашей плановой работы. Значит, в беспредельные девяностые годы, извините, можно сказать, мы тут скамейки ломали, малые формы, мусорили, писали на стенах, там непонятно чего. Но культура вот или ситуация вот в последнее время изменилась, да, благодаря тому, что все-таки мы совместно решили беречь то, что нас окружает. Поэтому вот это наша профилактическая работа, наша задача, как профилактического органа, добиться нулевого показателя электротравматизма, как среди детей, как среди промышленного персонала и так далее, мне кажется, через несколько лет даст очень положительные плоды. Спасибо большое. Спасибо. Светлана Васильевна, как Вы считаете, как научить ребенка безопасному поведению дома? Вот короткая рекомендация для родителей. Дети продолжение взрослых. Делаем мы, делают дети. Не делаем мы, не делают дети. То есть Вы говорите о примере, что взрослые должны просто подавать пример. Спасибо Вам большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы «Безопасность в быту» И коротко, дорогие друзья, в конце нашей программы очень короткие советы для Вас от наших экспертов. Николай Николаевич. Ну, хочу поздравить всех жителей города с праздником города. Напомню, что завтра на набережной наш стенд будет выставлен, поэтому все граждане могут задать свои вопросы, связанные с электробезопасностью. Всем удачи. Спасибо большое. Я тоже всех поздравляю с наступающим праздником. Страхуйтесь, это Ваша уверенность в завтрашнем дне. Спасибо. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не нарушайте их, и Вы будете жить счастливо и ходить на праздники. Ну, такое оптимистичное, да, очень пожелание. Соблюдайте правила пользования в газовом быту, берегите себя и своих близких. Присоединяйтесь к этому пожеланию. Спасибо большое. Дорогие друзья, а у меня есть еще одно сообщение от Тамары. Ну, не знаю, мне кажется, на финал нашей программы очень даже подходит. У меня новая квартира. Есть новая плита, есть пожарный извещатель, есть современная вытяжка и очень много бытовой техники. Хоть я и аккуратная, но страховку все равно оформлю. Так что спасибо за ценные советы, говорит Тамара. Это для Вас аплодисменты, Тамара. Спасибо Вам большое за это сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады, если наши советы действительно Вам пригодятся, советы наших экспертов. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всех участников. Это был добрый вечер Гомель с Натальей Волынец. Берегите свой дом, берегите свою семью. Дорогие друзья, до новых встреч. Дорогие друзья, до новых встреч.